Нынешняя правящая группировка, можно сказать, рубит сук, на котором сидит. Дело в том, что основная опора во всех избирательных компаниях для российского чиновничества является так называемые бюджетники. То есть основной пласт тех, кто голосует подневольно за правящую партию, это прежде всего работники сферы образования, здравоохранения, коммунального обеспечения. Это люди, которых гонят на избирательные участки, требуют от них, чтобы они жестко голосовали за нынешнюю власть. И что же происходит в нынешних условиях? Именно по учительству, которое прежде всего работает в избирательных комиссиях и приходится признавать, которое участвует во всех этих манипуляциях и фальсификациях, наносится самый мощный удар. То есть сокращение расходов на образование в следующем бюджете составит 24 миллиарда рублей. Вместо прибавки, которые ожидали работники здравоохранения в соответствии с инфляцией, которая достигает по некоторым прикидкам 20 процентов, они получают не только замораживание, но даже уменьшение своих заработных плат. Примерно то же самое происходит и в сфере здравоохранения. Им тоже урезают на 9 миллиардов рублей. Но что еще происходит, что очень интересно. В изобретательности нынешней правящей группировки, особенно финансистов, совершенно нет пределов. И было сказано, что выровнять зарплаты военных, учителей и врачей на уровень средней заработной платы по региону. Так что они сделали? Они придумали заменить среднюю заработную плату на средние доходы. Этим самым включается в статистику значительное число людей, которые доходы ниже, нежели средняя заработная плата. Таким образом, общий уровень доходов, зарплат понижается средним. И они могут отрапортовать о том, что мы этот самый уровень выровняли, но выровняли на гораздо более низком уровне, нежели тот, который был раньше. То есть, зачем мы повышать заработные платы, когда они уже достигли среднего уровня доходов, доходов подчеркиваю, вместо среднего уровня зарплат, который выше. То есть, за счет этого фокуса Минфин может отрапортовать президенту о том, что ваши майские указы это священная корова, которая не разрешается трогать, они уже выполнены. На самом деле, люди вместо прибавки получат замораживание, а то и понижение своих заработных плат. Вот такие вот трюки проделывает нынешняя власть со своим верным электоратом. Прежде всего, с учителями и прежде всего, с врачами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова